В этом году наш научный центр, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, отметил свое 20-летие. Наше учреждение было создано в 2001 году в соответствии с постановлением Президиума Российской Академии Медицинских Наук от 25 октября 2000 года за номером 202 в целях выполнения фундаментальных прикладных научных исследований, их координации, эффективного использования научного потенциала республики в интересах развития медицинской науки, практического здравоохранения, сохранения и укрепления здоровья населения нашей республики. Основателем и первым директором нашего научного центра был доктор медицинских наук профессор Маквят Исидорович Иванов. Он в нашем центре сплотил коллектив из ведущих ученых республики в области медицины и биологии. Им были налажены тесные связи с ведущими научно-исследовательскими институтами, научными организациями нашей страны, так и зарубежья. И под его руководством впервые учеными нашего научного центра было начато изучение генетических основ наиболее распространенных заболеваний среди населения республики. Тем самым было начато развитие медико-генетической службы республики. Маквят Исидорович был многогранной личностью. Он достиг высоких результатов как в спорте, так и в медицине, так и в науке. И мы продолжаем его научное наследие. Наш научный центр стабильно развивается в сфере медицинской науки, имеет высокие наукометрические показатели и открытие мирового уровня, включенные в международный каталог болезней АМИМ. И на сегодня Ягутский научный центр комплексных медицинских проблем является единственным в республике учреждением академической медицинской науки федерального уровня. Нашим учредителем является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. За 20 лет наш научный центр внес значимый вклад в развитие как науки, так и практического здравоохранения. Нашим центром подготовлена целая плеяда высококвалифицированных научных и медицинских кадров. Сотрудниками нашего центра за эти годы защищено 14 докторских и 52 кандидатские диссертации, посвященные охране здоровья населения на севере. И за последние три года наукометрические показатели нашего центра значительно выросли, в том числе и по показателям публикационной активности наших сотрудников в высокорейтинговых зарубежных научных изданиях. Также выросла и грантовая активность, и патентная активность. Сотрудниками получено 7 российских патентов на изобретение, 7 свидетельств о регистрации баз данных, получены 4 новые медицинские технологии в области медицинской генетики, и также сотрудниками выиграно 12 грантов РФФИ. И неотъемлемой частью деятельности нашего учреждения является наша клиника. Клиника — это структурное подразделение нашего центра, клиническая база, и клиника нам помогает в выполнении государственного задания, реализации различных научных программ, интеграции, трансляции, достижения медицинской науки в практическое здравоохранение. И наш центр тесно взаимодействует, сотрудничает с нашим министерством здравоохранения, и было подготовлено и внедрено в работу три приказа по маршрутизации больных в нашу клинику для оказания специализированной медицинской помощи по профилям неврология и ревматология. На сегодня наша клиника в своем составе имеет общеклиническое отделение, дневной стационар по профилям терапии, ревматология, неврология, онкология и многопрофильное терапевтическое отделение на 50 коек, это круглосуточный стационар, и 30 неврологических коек. Также нами было создано отделение реанимации и интенсивной терапии на три койки. И с этого года в связи с вступлением в силу изменений в федеральный закон в обязательном медицинском страховании в Российской Федерации изменилось финансирование. Теперь наша клиника финансируется в рамках базовой программы и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в части специализированной и в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Поликлиника наша финансируется в рамках территориальной программы ОМС. И с этого года в связи с изменением финансирования уже часть дефицита бюджета не может покрываться за счет средств базовой программы Федерального фонда. И в связи с острым дефицитом бюджета поликлиники в этом году с начала года было проведено ряд совещаний на уровне Территориального фонда и Министерства здравоохранения Республики. И в апреле было принято коллегиальное решение о прикреплении населения нашей поликлиники к медицинским организациям республиканского здравоохранения. Это решение, конечно, явилось вынужденным, но целесообразным в новых условиях в связи с изменением финансирования и в связи с острым дефицитом финансирования по территориальной программе. И, конечно, все изменения направлены на эффективную реализацию федерального закона об обязательном медицинском страховании Российской Федерации на укрепление материально-технической базы нашей клиники и в целом на развитие клиники и учреждения. И Аквиат Исидорович, будучи ученым с большой буквы, он всегда понимал, что результаты научных исследований должны быть опубликованы и доведены до научных сотрудников, до практикующих врачей. И в 2003 году Аквиат Исидорович основал ежеквартальное научно-практическое издание нашего центра — это якутский медицинский журнал, который также мы продолжаем развивать. И с 2018 года наш журнал входит в международную базу цитирования «Web of Science». Также он входит в перечень рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК России для публикации результатов кандидатских диссертаций на соискании ученой степени кандидата и доктора наук в области медицины и генетики. В нашем журнале освещаются результаты исследований, клинические наблюдения авторов не только из нашей республики, но и со всей страны и зарубежья. Наш журнал развивается, он пользуется популярностью, и мы в дальнейшем, конечно, также будем работать на повышение рейтинга нашего якутского медицинского журнала. За 20 лет наш научный центр развивается, ведет исследования в области арктической медицины. Мы преодолеваем все трудности. Наш коллектив единомышленников движется вперед, в ногу со временем. У нас очень много планов, новых идей, и мы верим в то, что наш центр ждет светлое великое будущее, нас ждут новые победы, новые высоты, новые свершения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!